Как сделать бицепс рельефным? Большой бицепс это всегда хорошо, однако без качественного вида этой мышцы красивых рук вам не видать. Для рельефа бицепса необходимо решить три главные задачи. Визуальное разделение внутреннего и внешнего пучков. Прокачка и максимальная гипертрофия плечевой мышцы. Она пролегает под бицепсом. Сокращение подкожного жира на руках. Для решения этих задач есть различные пути. Чистое выполнение каждого повтора во всех сетах. Основной акцент необходимо делать на чистых повторениях в изолированных упражнениях на бицепс. Подъемы на блоке, подъем скамье скотта, подъемы в тренажерах. Данные упражнения имеют наибольшую амплитуду, позволяют максимально изолировать работу бицепса, а также продлевать пиковое сокращение. В каждом сете должно быть не менее 12-15 повторений. При этом рабочий вес должен быть небольшим, чтобы обеспечить идеальное выполнение каждого повтора с паузой в верхней точке. Тренировка бицепса под разными углами. Одно упражнение, как правило, направлено на проработку лишь какой-то одной области бицепса. Будь то внешний или внутренний пучок. Поэтому у многих любителей наблюдается хорошее развитие одного пучка и серьезная отсталость другого. Между тем тренинг бицепса должен быть вариативным. Те области бицепса, которые не получают акцентированной нагрузки, расти не будут. Как правило, в роли недополучателя выступает внутренний пучок. И виной тому привычка выполнять подъемы с помощью Z-грифа, который оставляет данный пучок без должной нагрузки. На начальном этапе тренинга выполняйте подъемы на бицепс широким хватом, как стоя, так и на скамье скотта. Используйте в этих упражнениях обычный гриф. Образец гриф пока забудьте. Супинация бицепса. Бицепс отвечает не только за сгибание локтя, но за поворот кисти тоже. Причем в этих поворотах активно участвует внутренний пучок. Если атлет никогда не выполнял подъемы гантелей с супинацией, внутренний пучок у него, скорее всего, является отстающим. Лишь супинация заставляет работать бицепс на все 100%. Поэтому в выполнении простых сгибаний рук с гантелями пустая трата сил и времени. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok